Здравствуйте! Нынешний год радует нас круглыми датами. Помимо того, что Алтайскому краю исполняется 80 лет, ровно столько же исполняется и гражданской авиации на Алтае. А авиапредприятию Алтай ровно 20. Сегодня у нас в гостях Виталий Михайлович Архипенко, генеральный директор авиапредприятия Алтай. Здравствуйте! Здравствуйте! Андрей Михайлович, я вас поздравляю со всеми юбилеями, потому что мы живем с вами на Алтае, это к вам точно относится, но и что касается авиации, здесь уж точно к вам. Спасибо, Максим. Я надеюсь, эти поздравления всему коллективу предприятия, потому что это их праздник, конечно. Безусловно, я с этим абсолютно согласен. Вы знаете, интересный момент. Авиапредприятия Алтай. В первую очередь, что возникает в голове, это аэропорт имени Германа Степановича Титова. Наверное, это нечто большее, чем просто аэропорт? Зачастую мы ассоциируемся как только с аэропортом, да, с созданием аэропорта и все. Нет, авиапредприятия Алтай – это гораздо больше, это гораздо шире. Это управление, владение, инфраструктура, ее содержание, ее развитие, которое в целом направлено на обслуживание пассажиров. А это не только здание аэровокзала и то место, где принимают багаж и обслуживают пассажиров. Огромная территория, ряд служб, различных служб, особенности. С учетом того, что автономны, мы автономны от города, это и собственная инженерная инфраструктура. Характерный пример, даже для того, чтобы обеспечить функционирование наших инженерных коммуникаций, мы добываем воду сами, доводим ее до кондиции. А это тоже сфера такая интересная. То есть вода у вас своя фактически, я правильно понимаю? Конечно, да. И это не просто пробурить и все, это значит довести ее до кондиции, осуществлять производственный контроль и т.д. и т.п. Это как бы одна из сфер. То есть огромное направление. Объясните, что значит автономны от города? Это же Бородовольский аэропорт. Да, автономны от города в инженерных коммуникациях. С городом практически, с водоснабжением, отоплением, канализованием, с отходами мы не связаны. Я правильно понимаю, что это обеспечивает безопасность объекта? Это так исторически сложилось, а не то, что такие требования. Но мы на неком расстоянии находимся, инфраструктура развивалась отдельно, и ее сейчас интегрировать в городскую... Ну, когда-то это случится, несомненно случится, но сейчас пока мы автономны. Ну и когда-то, наверное, все-таки город был несколько дальше от аэропорта, нежели чем сейчас, и передвинулся уже практически к вам в плотную. Приближается, да. Просто интересный момент, лично ваш. Опять же, мы простые люди, которые считают, что авиапредприятие «Алтай» — это исключительный аэропорт. Для нас это самолет пошел на взгляд, самолет пошел на посадку. А чем у вас, в первую очередь, болит голова, когда вы просыпаетесь по утрам? Касаемо вашей работы. Начало. Не головная боль, но это так основное. Какова сегодня погода? Соответствует ли она минимумам, установленным на аэродроме, и тем воздушным судам, которые к нам летают. Это как бы основное. А что не очень от нас зависит, понимаете? Да. А остальное — на то, что мы способны повлиять, зато я более спокоен. Специалисты высокого класса, система выстроена, люди знают все, что делать, и как бы они делают это достойно. Ну, что, собственно говоря, и показывает результат нашей работы. Виталий Михайлович, давайте разберемся. А скажите, у вас вообще существуют конкуренты? Потому что если задуматься, мы не Москва. Это в Москве есть Домодедово, Внуково, Шереметьево. У нас один аэропорт. Вы же монополисты. Красота. Красота. Или я сейчас в неверном направлении начал устраивать логику? Ну, казалось бы, это красота. Хотя, я более того скажу, мы включены в перечень предприятий естественных монополий. Но по сути своей, вот уже в нынешнее время, мы такой монополией не являемся. На нашу работу оказывают влияние соседние аэропорты. Это, в первую очередь, Толмачево, однозначно. Это открывшийся город Налтайск, он тоже оказывает влияние на нашу работу. Железнодорожный транспорт, в принципе, тоже влияет своими тарифами. Если когда особенно на далеких направлениях ведут такую демпинговую политику, то влияет. Я помню, в детстве, это были 90-е годы, у нас самолет, например, летал в Германию. Сегодня у нас нет никакого воздушного сообщения, насколько я знаю, прямого с этой страной. Так ли это? Да, 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 совершенно верно. Иногда так задумываешься об этом, и тебе кажется, что надо же, когда-то мы летали в Германию. Как хорошо было! Наверное, хорошо жилось. А сегодня где эти прямые сообщения? То есть этого маркера нет, и нам кажется, что, скажем, аэропорт живет как-то хуже. Да, что-то мы потеряли. В общем, правильно рассуждаем или нет? Ну, с точки зрения потребителя услуг авиационных, как пассажир, наверное, правильно. Но наличие рейсов, оно не обосновывается желанием аэропорта или желанием перевозчика. Это тоже, как одно из таких необходимых условий, должно наличествовать, но в первую очередь влияет пассажирский спрос однозначно. Когда он есть на эти перевозки, то они ездят. То есть, иными словами, опять же, возвращаясь, 90-е, в Турцию мы не летали тогда, а теперь летаем. Да, а теперь летаем, и теперь летаем так, что и как бы удивляешься, мы в Турцию летаем через день самолетами большой вместимости, по 250 человек, и они битком. В Сочи мы летаем два раза в неделю самолетами меньшими вместимости, и мы их не заполняем. Вот он спрос. Давайте в обратную сторону поговорим. Алтайский край, у которого, еще раз напомню, у нас юбилей, одно из основных направлений – это туризм. Вы же являетесь важнейшей составляющей туристического развития региона, правильно? Да, да, да. Вы со своей стороны можете как-то повлиять на это развитие, как вы считаете? Ну, конечно, конечно, мы можем повлиять, и я думаю, что мы влияем, собственно говоря, представляя Алтайский край уже с первых шагов этих туристов, которые прибывают к нам. И поверьте, оставляем такое хорошее впечатление. Пусть их поток еще не очень широк, как, допустим, на том же турецком направлении, да? Но он с каждым годом возрастает. Это особенный турист такой, не массовый турист, эксклюзивный турист, любящий активные отдыхи где-то в горных районах Алтайского края. Там есть туристы, которые прилетают на лечение, Белокуриху на отдых, там восстановить здоровье. Ну, как бы мы стараемся, чтобы знакомство с Алтайского края у них оставило впечатление приятное из первых шагов, и улетая потом, как бы было желание вернуться. Потому что запоминается всегда первое и, собственно говоря, последнее. Чаще всего. Нет, ну, все пребывание тоже запоминается. Мы стараемся мониторить вообще, как, чего надо бы еще, ну, и с точки зрения нас, как аэропорту, ну, и так подсказать тем нашим партнерам, с кем мы имеем контакты, которые занимаются туристическим бизнесом. Интерес к Алтайскому краю возрастает однозначно, он высок, и именно, ну, так скажем, вот таким каким-то эксклюзивным отдыхом. Не в плане дороговизна, эксклюзивным, он особенный. Нигде не найдешь. Он не очень массовый, да, в своих проведениях. То есть все на пляжу и все, а тут вот туда поехал, туда поехал. Это привлекает народу. Ну, я надеюсь, что будет привлекать и дальше, и главное, аэропорт, как составная часть авиопредприятия Алтая, будет радовать всех туристов Алтайского края. Мы будем к этому прилагать максимум усилий, мы в этом заинтересованы. Определенных результатов мы уже добиваемся, честно говоря, в том числе и с помощью вот этого туристического потока. Я так скажу, что обычно перед какие-то даты, выступающий перед коллективом на каких-то собраниях, ставил задачу, что вот мы подходим уже к рубежу 400 тысяч пассажиров, 400 тысяч в год пассажиров. Мы их скоро, значит, пройдем этот рубеж, только скажу, раз кризис какой-нибудь или еще чего-нибудь, все мы не доходим. Тогда молчим пока что. Нет, в этом году мы 400 тысяч пройдем в сентябре, а год мы закончим, ну, есть такие расчеты, 500 тысяч. 500 тысяч – это как бы уже, ну, в нашей сфере уже как бы другое отношение к аэропорту. Даже есть там преподведение… Другой дивизион. Другой, да. Но в юбилейный год пора, в любом случае. Надо, надо. Поздравляю вас еще раз, спасибо, что нашли время, пришли к нам в гости. Дорогие друзья, у нас в гостях был Виталий Михайлович Архипенко, генеральный директор авиапредприятия «Алтай». Вам всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова